А тюменским подросткам из приемных семей помогли определиться с будущей профессией. На экскурсии в Центре профориентации побывали более ста ребят со своими родителями-опекунами. Многие специально приехали из сел и деревень Юго-Тюменской области. Оценила интерактивные площадки и моя коллега Ирина Канева. Это у нас что такое? Это? Это 4 из мертвых. Да, совершенно верно. Это мерный стаканчик. Почувствовать себя барменом, официантом, поваром и не только. Дети из приемных семей и родители-опекуны посетили 30 площадок. Каждая мини-версия рабочего места. Профориентационные модули созданы для того, чтобы помочь подросткам определиться с будущей профессией. Мне сейчас 16 лет, поступаю через 3 года после 11 класса. Или на повара-кондитера, или ветеринара. Две совершенно разные профессии? Да. Чем вы? Ну, я люблю животных и готовить. Ну, еще пока думаю. Сейчас мы с вами зашли в модуль, называется он «Силовые ведомства». Семья Лисих приехала из Яркова. Помимо своих четверых детей воспитывают еще 6 приемных. Аня одна из них. Девушка уже давно решила, что мечтает быть прокурором. И после экскурсии мнение не изменило. Я сейчас учусь в 11 классе. Заканчиваю. И дальше поеду поступать в Уральскую юридическую академию. В семье старший брат, он тоже работает в силовых ведомствах. И я смотрю на его примеры. И тоже хочется так же. Девочка способная, решительная. То есть, вот, у нее имеет медаль за спасение на водах. Ну, то есть, вот, спасли мальчика с подругой. Так что, я надеюсь, что поступит нормально, будет учиться. Оправдает наше все доверие. Приемные дети впервые побывали в Центре профориентации. Организаторы встречи уверены. Такой опыт полезен и для родителей. Для замещающих семей, наверное, это дважды важнее, да, когда родитель так же знакомится со своим ребенком. Уже ребенку не один день, не два дня. Он уже в более взрослом возрасте попадает в семью. Ему надо как можно больше узнать у ребенка, чтобы помочь ему сделать правильный выбор. Помочь сориентироваться на рынке труда здесь могут каждому ребенку. Виртуальные тренажеры и практические занятия доступны и для взрослых. В первую очередь психологи ждут безработных. Ирина Канева, Алексей Красных, Тюменское время.